В этот дом совсем недавно переехала семья Морозовых. 37-летняя Татьяна и ее дочь, 18-летняя Кира. Морозовы 10 лет стояли в очереди на жилье. И вот, наконец, их дом признали аварийным. И они получили двухкомнатную квартиру в новостройке. Мать и дочь до сих пор не могут поверить своему счастью. В нашем городе новое жилье почти не строят. Так что мы с мамой везунчики. Нам даже окна ставить не пришлось. Они у нас стоят пластиковые. Квартира чуть дальше от центра, но зато большая, просторная. Морозовы сразу приватизировали новое жилье. Собственность оформили на Киру. Татьяна решила, что так будет лучше. Ведь не за горами день, когда Кира создаст свою семью. Татьяна тогда уедет жить к своей маме. Так, не торопись, пожалуйста. Ешь нормально. Мам, все. Я бы что-то опаздывала. Ну слушай, ну что ты за человек, а? Мама, я сегодня на институте задержусь, потому что у меня коллоквиум. Я буду в библиотеке сидеть. Кирка! Кирка! Слушай, ты вот, между прочим, вот этими всякими чтениями излишними, библиотечными, ты себе глаза испортишь. Мам, ты уникум. Кира учится на филологическом факультете единственного в городе университета. У самой Татьяны высшего образования нет. И в отличие от многих родителей, она не уверена в том, что дочери так уж необходимо все силы отдавать учебе. Я же 18 лет замуж выскочила. Мне все подружки завидовали. Ну конечно, муж на философском факультете учился. А что с того? Я сразу дочь родила. А он закончил институт. Никуда не устроился, сидел дома и книжки читал. То, что произошло в семье дальше, Татьяна вспоминать не любит. Спустя некоторое время после рождения Киры Герман начал выпивать. Работу он так и не нашел. Промучившись два года, Татьяна настояла на разводе и запретила бывшему мужу даже близко приближаться к их дому. И Герман навсегда исчез из их с Кирой жизни. Я Кире, конечно, ничего не говорила, но думала. Ну что это за факультет такой, филологический? Нет, я понимаю, там юрист, бухгалтер. Ну пристроена в жизнь была. А она романы 17 века читает. Вырастет, оторванная от реальности. После развода с мужем, некогда общительная Татьяна замкнулась в себе. У нее осталась только одна подруга, Лидия, с которой они вместе работали расклейщицами объявлений. Ей Татьяна могла доверить все. Но в тот день Лидия вела себя странно. Татьяна это заметила. Лидия, что случилось? Дома что-то? Да дома-то нормально. Ты знаешь чего? Кирку-то твою мой Димка вчера в кафе встретил. И не одну, она с мужиком-ся была. И говорит, на вид ему далеко за сорок. Какой мужик? А я откуда знаю, какой мужик. Говорит, сидели близко, о чем-то спорили. Лидия, что значит близко? Близко, значит близко. Ну типа свидание у них было. И что, Димка не подошел, что ли? Ну нет, конечно. С какой стати он будет подходить? Она же не одна. Я ничего не понимаю. Она мне ничего не говорила, ни про каких встреч. Мне тоже ничего не говорила. Слушай, Лидка, это же вот этот преподаватель, который приставал к ней. Кира мне жаловалась перед прошлой сессией, что их преподаватель по античной литературе девушкам разные намеки делал. Ну мол, если предмет не знаете, не знаете, как экзамен сдать, приходите ко мне на дополнительные занятия. Правда, Кире он таких предложений не делал. Во всяком случае, она мне тогда так сказала. Татьяна не находила себе места из-за того, что рассказала ей подруга. И ждала, когда Кира, наконец, вернется из библиотеки. Мать сразу же приступила к расспросам. Кира, скажи мне, пожалуйста, с кем ты сегодня была в кафе? В смысле? В смысле? Этот преподаватель, ему что, что-то от тебя надо? Головин, что ли? О, мам, да ты что, ну перестань. Если бы ему что-то от меня было надо, я бы в деканат пошла. Но другие же не ходят. Мам, ну что мне другие? Тем более он знает, кому можно приставать, кому нет. А что ты не с ним была? Ну конечно нет, мам. Головин у нас когда преподавал? Аж на первом курсе, когда он античку вел. На самом деле Головин хороший препод. На его занятиях я узнала очень много нового. С ним всегда интересно. Ну, немножко он озабоченный. Но это потому, что девчонок вокруг много. Только Татьяна чуть успокоилась, как ее осенило. Она же так и не узнала, с кем Кира была в кафе. Мама, что ты такая дотошная, а? Я тебе хотела сюрприз сделать. Да не надо мне твоих сюрпризов. Я уже поняла. Мам, я хотела устроиться на работу и проходила собеседование. Ага, чего сотчису не легче? Ты же на дневном учишься. Книжки читаешь целыми днями. Когда тебе работать? Кира рассказала матери о том, что в институтский отдел практики пришла интересная вакансия – корректора. И эту должность предложили Кире. Какой корректор? У тебя же опыта никакого нет. Мам, им не нужен опыт. Тем более я смогу учиться, потому что работа удаленная. Я могу работать дома. Я не понимаю свою дочь. Другие спортом занимаются, со сверстницами общаются, в конце концов с мальчиками встречаются. А у этой только учеба на уме. Вот, пожалуйста, еще работать решила. Скажи мне, пожалуйста, а почему тогда у вас собеседование в кафе было, а не в офисе? Мама! Кира объяснила маме, что сейчас так принято. И работодателю и Кире было удобнее встретиться в центре города. Только и всего. Мамочка, иди, пожалуйста, мне надо одну работу отправить, срочно. У меня, правда, не совсем много времени. Мамочка, я тебя прошу. Ну, Кира, ну почему? Да не почему! Нет, я, конечно, понимаю. Я ей раньше таких расспросов не устраивала. Но ведь она никогда мне и повода не давала. В тот вечер я так до конца и не успокоилась. На следующий день Татьяна была рассеянной. Смутная тревога за дочь не давала ей покоя. Лидия заметила необычное состояние подруги и спросила, как прошел вчерашний разговор с Кирой. Ты знаешь, что я тебе скажу? Вот мне вообще эта история вообще не нравится. Но я допускаю, что она правда встречалась с владельцем магазинов, да? Но только что ему от Кирки-то нужно. Подожди. Подожди, ты что думаешь, что... Таня! А кто, скажи мне, в здравом уме возьмет молоденькую девочку без опыта на такую ответственную работу, а? Ну и что тебе делать? К директору, что ли, ехать? Звонить? Лидия посоветовала подруге расспросить однокурсниц дочери. Они наверняка могли это обсуждать. Не, ну мы пока закончим. Уже в институте-то никого не будет. Естественно, не будет, Таня! Вечером никого не будет. Ты сейчас поедешь, а я за себя поработаю, все сделаю. Давай быстренько, давай. Давай, давай, давай. Там автобус. Я не была уверена, что смогу что-то узнать у подруг дочери. Но с другой стороны, Кира всегда мне все рассказывала. Никаких сюрпризов не было. Войдя во двор института, Татьяна заметила однокурсницу дочери Дину, которая несколько раз заходила к ним в гости. Киры рядом не было. И Татьяна решилась на разговор. Диночка, здравствуй. А можете на минуточку? Хочу тебя спросить. Слушай, в последнее время моя Кирка столько занимается, кошмар какой-то. Допоздно в библиотеке засиживается. Вам что, так много задают? Ну нет, ну да, ну Кира, она, да, она занимается. Ей нравится учиться. Слушай, а как же при такой нагрузке? Многие еще и работать, что ли, успевают? Ну как, да, занятия прогуливают или вечерами. Ну, а на сессиях преподавателям платят. А кем в основном работают? Кто курьерами, кто официантками в фастфуде. Вот Катька с первого курса в баре танцует. О, ужас какой. А ты? Нет, я не работаю. Я как бы... Зачем в универ поступать, чтобы на все занятия забивать? Диночка, скажи, пожалуйста, а тебе Кира ничего не говорила в последнее время? Ну что, она на работу собирается устроиться? Да вроде нет. Ой, ладно, мне пора, а то пара начинается. С одной стороны, раз Кира не говорила матери про работу, могла и подруге не сказать, а с другой, получалось, что однокурсницы дочери подрабатывали вполне по-студенчески, а Кире вдруг предложили настоящую, взрослую должность. Татьяна решила пройти в институтский отдел практики и расспросить про вакансию. Я когда шла в отдел практики, я даже гордость за свою дочь начала испытывать. Но получается, что она и в университете самая умная, но сердце почему-то все равно тревожилось. Посещение института не оставило у Татьяны никаких сомнений. С ее дочерью творилось неладное. Взволнованная мать поспешила рассказать обо всем своей подруге Лидии. Ну что, успела? Поговорила с ним? Ты представляешь себе, пришла я в отдел практики. А там говорят, что не только ничего не слышали о никаких вакансиях о работе, но, мало того, сами меня стали расспрашивать про Киру. Пойдем, я буду клеить. Представляешь себе, оказывается, на практике она так и не появилась. Никакие отчеты она не сдавала. Ой, Таня, ну кто из них сейчас отчеты пишет? У меня, вон, Димку попробуй заставь отчет написать. Вот с магазином хуже, конечно. Да какой магазин, господи, при чем тут магазин? Уже магазин тут абсолютно ни при чем. Ну, короче говоря, я говорю в отделе практики, что, мол, извините, что я прослежу, с девочкой будет все в порядке. Иду я в учебную часть дальше, что ты думаешь? Татьяну напугала информация о том, что Кира стала плохо учиться. Мать не понимала, в чем причина такой перемены в поведении ее дочери. Преподаватели сообщили, что Кира с начала года почти не посещает занятия. Студентка пропустила два зачета. И тут Татьяна поняла, что сокурсница Киры, Дина, не просто уклонилась от ответа, а врала. Детки выросли. Мой Димка тоже иногда протыля выкидывает. Но он парень, я понимаю, такой возраст. Перебесится. Ты понимаешь, самое главное, я же хотела увидеть ее. Я же думала, я ее найду, но я ее так и не нашла. И телефон молчит. И что ты думаешь по этому поводу? Что я думаю? Я думаю, что она встречается со взрослым человеком. Вот что я думаю. А от меня скрывает. Знаешь что? Ну все, из-за дождя ничего не клеится. И это закономерно, Таня. А что закономерно? Что она встречает со взрослым мужчиной. Лидия рассказала, что ее троюродная сестра, как и Татьяна, растила дочку без отца. Дочка выросла, выскочила замуж в 20 лет за мужчину вдвое старше себя. И не за богатого, не за красавца, а за обычного работягу. Это как-то еще называется по-умному сублимация, кажется. Компенсация, вот как это называется. Я не знаю про эти самые компенсации, но в одном Лидко абсолютно права. Кира действительно с детства очень скучала по отцу, хоть совсем его и не помнила. Она на день рождения, когда свечки задувала, всегда одно и то же желание загадывала. Чтобы папа вернулся. Татьяна решила откровенно поговорить с дочерью о ее личной жизни. В конце концов, если Кира встречается со взрослым мужчиной, ей не нужно скрывать это от матери, а тем более врать про собеседование. Ничего в этом криминального нет. Придя домой, Татьяна вздохнула с облегчением. Кира была дома. Кир, ты спишь? Кира, подъем. Татьяна подумала, что дочь долго сидела за ноутбуком, устала и заснула. Но, к ее удивлению, ноутбук оказался выключен. Кира, проснись! Господи боже, бы напугала. Что случилось? Кирочка, ты чего? Ты что, заболела, что ли? Давай, давай, вставай, пойдем в кровать. Я не сняла. Ну, ничего, пойдем в кроватку. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Я сейчас. Что такое? Нет, ну я тогда очень испугалась. Сопоставила все факты. И что это получается? Она встречается с каким-то мужчиной. Занятия прогуливает, мне ничего не рассказывает. У нее сонливость, ее тошнит. Да она беременна. Вечером Кира чувствовала себя очень плохо. Татьяна уложила дочь спать. Утром она сделала ей крепкого чая и завтрак. И приступила к расспросам. Так, Ниш. Что с тобой? Не знаю. Кира, что с тобой происходит? Салатом отравилась. Каким салатом? С майонезом. С столом. Татьяна по привычке возмутилась безалаберным отношением дочери к своему здоровью. Но потом подумала, что Киры вчера в университете, скорее всего, не было. Дочь продолжала ей врать. Кира, у меня к тебе серьезный разговор. Я же вижу, что с тобой что-то происходит. Давай вместе решим проблему. У меня нет никаких проблем. Ты беременна? Мама, с чего я должна быть беременна? У меня даже парня нет. Я в институт опаздываю. В какой институт? Зачем ты мне врешь? В какой институт? Я же знаю, что ни в какой институт ты не ходишь. С кем ты не встречаешься? Ну, блин, я не с кем не встречаюсь. У меня никого нет. Твали от меня. Нет, я такого вообще не ожидала. Она меня оттолкнула. Почти что с ненавистью. Я не понимаю, что с ней происходит. Ее как будто подменили. Татьяна пришла на работу сама не своя. Переживания последних дней вымотали ее. Станин, а что ты молчишь, а? Ничего такого страшного не произошло. Конечно, не произошло. Дочь беременна, ничего не произошло. Беременна? Ты знаешь, что она беременна? Ты сначала возьми ее за руку и отведи к гинекологу. Потом говори, беременна она или не беременна. Кому гинекологу? Она меня не слушать не будет, к гинекологу. Тогда ничего не делай. Ничего не делай, жди, пока у нее моза вырастет. Дождешься. Она со мной вообще разговаривать не будет. Ой, боже мой. Ладно, не иди к гинекологу, не иди. Ну, поищи хотя бы в ее вещах что-нибудь. А, придумала. Еще лучше. А что? Не хочешь, вообще ничего не ищи. Все. Ты больше ничего говорили вообще не был. Доела. Ты что искать-то? Таня, что искать-то? Не тебе учить надо, что искать-то? Презервативы всякие. Там тест на беременность, записи. Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы просмотреть вещи своего ребенка. Но правильно ситуацию нужно держать под контролем. Только чтобы ребенок ничего об этом не подозревал. Вот я, например, когда разбираю Димкин бардак, он радуется. А я разбираю и примечаю. Мне раньше и в голову не приходило рыться в вещах дочери. Но это было раньше. А теперь все изменилось. Она в беде. Татьяна внимательно просматривала все вещи дочери, надеясь найти хоть что-то, что может объяснить перемены в поведении Киры. Однако ей не попалось на глаза ничего, что говорило бы о связи дочери с мужчиной. Единственный предмет, показавшийся Татьяне странным, это брошюры религиозного содержания, которое она нашла в столе. Я Киру крестила еще младенцем, хотя Герман и против был. Вот откуда у нее сейчас эти буклеты? Зачем они ей? Я понимаю, еще были бы православные, а то какие-то сектантские. Татьяна не была готова к тому, что Кира так рано вернется. Она пыталась быстро навести порядок, но Кира застала мать на месте преступления. Мама, ты что, с ума сошла? Что ты здесь наделала? Ты что на меня так орешь? Ты что так орешь? Это что за буклеты? А ты что на меня орешь? Ты что, с сектой связалась, что ли? А ты что, с ума сошла, что ли? Так не смей со мной так разговаривать. Ты, между прочим, за утро еще не извинилась. Это ты не смеешь так со мной разговаривать? Что ты наделала? Что ты думаешь о моих трусах порыла? Я вообще ничего не понимала. Она вела себя неадекватно. Куда-то убежала на ночь. Хамит. Эти брошюры. Одни вопросы. Никаких ответов. Ночевать Кира не пришла. Однако позвонила матери и сказала, что останется у подруги. Татьяна обзвонила всех знакомых дочери, но так и не узнала, у кого из них ночевала Кира. Утром Татьяна решила использовать единственную зацепку, чтобы выяснить, где и с кем ее дочь проводит время. Они, следя и перед работой, пришли по адресу, указанному в брошюрах Киры. Секта, как оказалось, располагалась в здании обычного Дома культуры. Здравствуйте. Я в вторичной портфеле. Я вижу, что-то случилось. Может, я могу вам помочь? Да, вы знаете, у нас есть проблема, и нам нужна ваша помощь. Знаете, помогание я помогает Бог. Миссией нашей церкви является спасение заблудших. Мы занимаемся реабилитацией алкоголиков, наркозависимых людей. То есть тех, на кого общество и государство махнуло рукой. И вы знаете, 90% возвращаясь в нормальную жизнь. У меня пропала дочь Кира. Кира? Кира. И у меня есть все основания, что она здесь, Морозова. Кира Морозова. Да. Хорошо. Вы знаете, среди наших прихожан нет Киры Морозовой. А почему вы сказали, что это хорошо? У нас недавно был такой случай. Была у нас одна Кира, правда, Светлякова. Мы ее лечили, лечили. Но видно, наведывались старые дружки ее. И она пропала. Перестала посещать нас. Мы начали волноваться. Я поехал к ней домой. И сказали, что она скончалась от передозы героина. Не смогли уберечь. Ну ладно, что вы знаете, у нас сейчас трапеза, молитва. Пойдемте, изведуйте. Нет, 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 спасибо, извините. До свидания. Секта занимается реабилитацией алкоголиков и наркоманов. Из огня до в полымя. Чушь какая. Меня очень сильно напугал рассказ этого старейшины. Да и сам он какой-то странный. Господи, слава богу, что Кира у него нет. Не нравится мне это место. Подруги торопились на работу. От разговора со старейшиной у обеих остался неприятный осадок. Я тебе сразу говорила, что нам вообще не зачем сюда было ходить. Ты посмотри, кто сюда ходит. Какие-то эти алкоголики, наркоманы, всякие какие-то обиженные жизнью люди. Я думаю, не только обиженные. Ну а кто? Ну Кири, ты зачем секта? Ну а зачем Кири буклеты? Ой, да подожди, она у тебя рациональная умная девочка. Она сюда в жизни бы не пришла. Потому что ей это не надо, а буклеты, ну буклеты, боже мой. Да кто-то раздавал на улице, она взяла все, в карман положила и принесла домой. Просто так притащила. У меня тоже как Димка. Он вообще может такую макулатуру принести, всякие там какие-то эти скидки, супермаркеты. Нет, Кира такого никогда не делала. Ой, я тебя умоляю. Да слушай, и вообще, ты сама сказала, какая благополучная семья? Мы же без мужчины, компенсация. Ну нет, вот секта тут ни при чем, а любовник это компенсация. Ну конечно же, Таня Киру разбаловала, а теперь не знает, как надавить на нее. Вот я бы дверь заперла и пока правда не скажет, из дома ни шагу. Ну понятно же, что загуляла девка, а мы по сектам ходим. Лида меня успокоила. Я, наверное, действительно все усложняю и только себя накручиваю. О, у Кирки-то, может вообще проблемы с этим мужчиной? А тут еще я. Нет, надо обязательно с ней поговорить. Ну правда, не как Лида говорит, а мягко, спокойно. Вечером Татьяна шла с работы. Она надеялась, что Кира перестала обижаться и ждет ее дома. В подъезде она вспомнила, что давно не проверяла почту. Счет на оплату коммунальных платежей должен уже прийти. Однако среди рекламных объявлений счета за коммуналку не было. Но был странный конверт на имя Киры Морозовой. Это было письмо из банка. Я взяла и вскрыла его. И, как оказалось, очень правильно сделала. Это оказалось уведомление о том, что Кира уже два месяца не платит по кредиту. То есть моя дочь взяла кредит. На что он ей? Тем вечером Кира так и не пришла домой. Ее телефон молчал. Обеспокоенная не на шутку Татьяна прибежала в полицию и рассказала следователю Муратову все, что произошло в последние дни. Следователь вначале пытался отговорить женщину писать заявление, уверяя ее в том, что Кира просто обижена на мать и сидит дома у какой-нибудь подруги. Но, услышав про кредит, Муратов насторожился. И укажите обязательно ее все данные. Как она выглядит, рост, вес, во что одета, особые приметы, родинки. И обязательно группу крови. Это нам поможет в розыске. И еще фотографию принесите обязательно. Да, хорошо. А вещи у вас пропадают дома? Да нет, а почему вы спрашиваете? А деньги она у вас занимала? Часто занимает? Да не часто. Она вообще сейчас собиралась на работу устроиться, чтобы не сидеть на моей шее. Пишите, пишите. Я не очень понимаю, почему вы об этом спрашиваете. У меня сложилась определенная картина. Исчезновение из дома. Тошнота. Агрессия. Острая потребность в крупных суммах денег. Все это говорит, что за этим могут стоять наркотики. Моя дочь не наркоманка. И я это точно знаю. Успокойтесь, это всего лишь одна из версий. И я надеюсь, она ошибочная. Часто родители считают, что с их детьми ничего плохого не случится. Но это иллюзия. Они закрывают глаза на очевидное. А потом сложно что-либо исправить. Вот возьмите мою визитку, Татьяна Ивановна, и звоните, если же какие-то новые у вас сведения появятся. Мы, в свою очередь, будем искать и разбираться в этом деле. Вот еще возьмите вот эту брошюрку «Как распознать наркомана». Я когда пришла домой из полиции, я сразу эту брошюрку просмотрела. Стала вспоминать поведение Киры в последнее время. И оказалось, что ее поведение очень совпадает с поведением наркомана. Ни вечером, ни следующим утром Кира домой не вернулась. Татьяна места не находила от страха. Днем, во время работы, она зашла в банк, в котором ее дочь брала кредит, чтобы разобраться хотя бы с этим. Это катастрофа. Что? А надевав кредит 200 тысяч. 200 тысяч? А кто же 18-летние девчонки такие деньги дают? Мне и то не дадут. Под залог-то квартиру. Квартира же на нее оформлена. Я же тебе говорила, на себя оформляй. Почему ты меня не слушала? Все для любимой доченьки, да? Кто это? Это она, господи, живая. А ты точно знаешь, что это она? Ну, конечно, смотри, мама, вечером буду твоей Кири. А Кири, только мы ее так называем в семье, больше никто так не называет. Танечка, ну звони ей скорее, на телефон включила, значит. Татьяна тут же набрала номер дочери, но ее телефон снова оказался выключен. Что же за паразитка? Что она тебе достает так, а? У нас живая, у нас живая. Все, все, все. А что с кредитом, а? С кредитом, а что с кредитом? А с кредитом что? А с кредитом? А с кредитом квартиру наберут. Как это? Ну, вот так вот. Если сейчас за должность не заплатят, то все, через суд. Боже мой, зачем же ей такие деньги, а ты знаешь? А в полиции мне сказали. Ну? На наркотики. Ой, ты перестань. Тихо, тихо, помогите, пожалуйста, кто-нибудь, помогите. Тихо, Танечка, ну что такое? Я очень испугалась за Таню. Ведь если Кирка взялась за наркотики, то все, пропала девчонка. Лидия была благодарна незнакомцу, который помог усадить Татьяну на скамейку и побыл с женщиной, пока Лидия бегала в аптеку за водой и лекарствами. Когда она вернулась, Татьяне уже было лучше. Спасибо большое. Таня, все нормально. Скажи мне, сколько нужно денег у вас сейчас заплатить, а? Таня, тихо, тихо, Таня. Двадцать пять тысяч. Двадцать пять тысяч. У меня только пять осталось за зарплату. Ничего, у меня есть там три, это три, может больше я узнаю. Таня, не паникуй, я найду, эти деньги я найду. У кого одолжить сколько, я все найду, поняла меня? Ну что, до работы? Да ты вообще, ты вообще... Не слушая возражений Татьяны, Лидия позвонила начальнику, сказала, что у Татьяны сильное недомогание, и она отведет ее домой. Естественно, вызовет врача, а сама вернется к работе. Прошло несколько часов. К Татьяне приходил врач. Он сказал, что у женщины аритмия, дал больничный на четыре дня и посоветовал пройти обследование. Татьяна ждала дочь, пребывая в полной апатии. Я не понимала, как собрать деньги, чтобы заплатить банку. Ну, у Лиды я возьму, ну, на работе на скребу, ну, двадцать пять тысяч. И вот тогда у меня даже грешным делом зародилась мысль, а зачем? Зачем? Ну, если Кира наркоманка, зачем? Наконец пришла Кира. Она сразу поняла, что матери плохо и пыталась сообразить, что же случилось. Что случилось? Ничего. Сейчас останусь, приготовлю тебе ужин. Не надо готовить мне ужин. Я сама приготовлю. Где ты была? У подруги. Выглядишь, как привидение, круги под глазами. Мама, ты выглядишь не лучше. Кира, Кира, ты наркоманка? Мам, ну ты что, с ума сошла? Я не пробовала и не буду. Но она лезла в мою жизнь. И тем самым она мне мешала. Она только хуже делала. Тогда зачем тебе деньги? Зачем ты взяла такой большой кредит? Татьяна не верила дочери. В ее словах было слишком много противоречий. На операцию для подруги. Никакая операция столько стоить не может. Откуда ты знаешь, что может сколько стоить? Ну, допустим. Допустим. Хорошо. А как ты собиралась их отдавать? Потому что я собиралась работать корректором, но меня не взяли. А зачем ты мне врешь? Я была в отделе практики. Мне сказали, что никакой должности корректора там не было и в помине. Я в газете нашла объявление. Хорошо. Зачем тогда ты ходила в секту? Я не ходила в секту. Я собиралась писать реферат. Значит так, Кира. Если ты хочешь, чтобы я тебе верила, ты завтра же. Завтра же со мной идешь к наркологу и сдаешь все необходимые анализы. Хорошо, мама. Я завтра же с тобой пойду к наркологу и сдам все необходимые анализы. Я пойду ужин приготовлю. Татьяна позвонила в полицию и сообщила, что дочь нашлась. Но волноваться она не перестала. Я очень боялась следующего утра. Понимала, что многое в нашей жизни от него зависит. Но я и представить не могла, что это утро мне готовит. Проснувшись следующим утром, Татьяна сразу же пошла в комнату дочери. К ее удивлению, девушки там не было. Татьяна пошла искать ее по квартире, отказываясь верить в очевидное. Она вчера согласилась просто, чтобы меня успокоить. А сама сбежала. Да все понятно. Чего уж тут. Татьяна вернулась в комнату дочери посмотреть, не оставила ли Кира записки. Только тут она заметила, что со стола исчез наутбук. Татьяна сразу насторожилась. Дочь очень редко выносила его из дома. Лишь иногда брала с собой в библиотеку. Из Кириной шкатулки пропали все драгоценности. Кольца, серьги, брошка, кулон. Все, что ей от моей мамы досталось. Наркоман всегда все готов продать ради дозы. Я понимаю, куда она побежала. Память о бабушке продавать. Татьяна понимала, что звонить в полицию бесполезно. Они ничем не смогут ей помочь. Она набрала самой Кири. Но, естественно, ее телефон был выключен. Татьяна не могла просто сидеть дома и решила отправиться в банк, чтобы найти способ решения проблемы с кредитом. Танюш, ну что? Спасибо, что пришла. Я не знаю, что делать, это конец. Что не знаю? Татьяна рассказала подруге, что побывала уже в нескольких банках. Узнав размер ее зарплаты, в большинстве банков ей ответили, что в кредите, скорее всего, будет отказано. Кроме того, им требуется время для рассмотрения заявки. И только в этом ей предложили дать 15 тысяч рублей под 20% годовых. Не хватит даже, чтобы заплатить, оплатить кредит. Ну все, это конец вообще. Да подожди, не конец это. Так, Тань, что ты начинаешь? Конец, конец. Не конец. Мы сейчас пойдем с тобой к начальнику и скажем, пусть дает деньги твои. Да. Ты что, думаешь, он даст? Ну и что, а вас? А что? Ой, Таня, я тебя умоляю. Для него эти деньги, это вообще копейки наша зарплата, да? Поэтому, что ты нервничаешь? Татьяна только немного расслабилась, как зазвонил мобильный. Тревога вновь охватила Татьяну. Таня, кто это? Да, да, да. Таня, что случилось? Да, я сейчас еду. Таня, что случилось? Да. Таня, что случилось? Я в больнице. В какой больнице? Почему в больнице? Кира упала с моста. С какого моста? Что ты несешь? Куда? Пошли. Мне нужны деньги. У меня есть деньги. Есть деньги, пошли. 30 рублей хватит. Вот слышала, что мне говорят, и не понимала. Словно мне про какую-то другую Киру говорят. Вот спасибо Лиде, она меня посадила в такси и хоть объяснила таксисту, куда меня везти. Я же ничего не понимала. Напуганная мать примчалась в больницу, однако к дочери ее не пустили. Врач объяснил Татьяне, что у Киры травма головы и ушибы внутренних органов. Сейчас она спит под воздействием лекарств. Хотя травмы тяжелые, но ее жизнь вне опасности. Объясните мне, пожалуйста, как она могла упасть с моста? Объясните, где это произошло? Это произошло в районе птицефабрики. Как это произошло, мы не знаем. Мы не знаем, как это произошло. Свидетелей падения нет. Но самое главное, она сама смогла выплыть из воды. А потом ей на помощь пришли прохожие. Я не понимаю, ну как можно, как можно упасть с моста? Там что, не было перил, что ли? Там что, перил не было. Мост, мост действительно ветхий. Мост действительно ветхий. Не понимаете, ветхий мост. Может быть, это несчастный случай. Но я боюсь, что маловероятно. Что вы имеете в виду? Ну, вы знаете, этот мост известен в городе. С него часто бросаются самоубийцы. Только, пожалуйста, я вас... Моя девочка самоубийца. Господи, она же страдала, мучилась. А я дура! Я же давила на нее. Еще мучила какими-то дурацкими вопросами. Весь день Татьяна провела в больнице у палаты дочери. А вечером встретилась с подругой Лидией. Татьяна была раздавлена случившимся. Зачем Кира бросилась с моста? Я не знаю. За наркотиков, за них проклятых. Сволочи. Подсаживают детей, а потом деньги из них тянут. Я думаю, она поэтому кредиты взяла, чтобы с ним расплатиться. А им все мало. Успокойся, Тармочка. Что, успокойся, что, успокойся. Я что, своего ребенка не потеряла. Ты успокойся. Я понимаю. Этих наркоторговцев сажать надо пожизненно. Таня, ну мы же не знаем точно, что это из-за наркотиков. А из-за чего? Из-за чего? Не знаю. Герман. Герман. Мне жизнь испортил. Кирки испортил. Ну он-то здесь каким боком, а? А таким был бы у нее нормальный отец. Он бы ее растил и воспитывал. Да хоть какой-нибудь отец. Зря я, наверное, с ним развелась. Ну здрасте, приехали. Татьяна напрасно себя винит, что развелась. Это было единственно правильное решение. Герман так пил и все деньги семьи на водку тянул. Да с таким папашей они с дочкой бы с голоду сдохли. Проведя бессонную ночь, утром Татьяна отправилась навестить Киру в больницу. Врач сообщил, что им пришлось погрузить ее в сон. Однако с девушкой успел побеседовать психиатр. Что она вам сказала? Почему она прыгнула? Кира не хочет говорить, что случилось, но версию самоубийства я исключить тоже не могу. Я с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания. Почему? Потому что мне кажется, что ваша дочь стала жертвой тоталитарной секты. Господи, секта. Подобные секты, прежде всего, подавляют волю человека. Общаясь с Кирой Морозовой, я обратила внимание на ее замкнутость, на ее своеобразную речь. Все это может говорить о том, что девушка может стоять в секте. Но наркотики мы исключаем. Нет, наркотики я исключить тоже не могу, так как вы поймите, что многие сектанты используют разные наркотические препараты для того, чтобы убедить свою аудиторию в необходимой информации. Подождите, ну смотрите, если она сама не покупала наркотики, зачем она тогда продавала драгоценности? Она даже кредит в банке взяла. Да вы поймите, что это банальное зарабатывание денег. Секта никак не является ни богом, ни счастьем, все, что с этим связано. И я еще поверила, что брошюрки эти ничего не значат. И Кирка меня еще убеждала, что секты – это ерунда. Вот, пожалуйста, ерунда. Довели девчонку до попытки самоубийства. Вернувшись домой, Татьяна включила свой старенький компьютер и занялась поиском в интернете информации про секты. Незадолго до начала всех событий Кира научила ее, как пользоваться поисковыми системами. Я три часа искала информацию о сектах. Оказывается, в нашем городе всего одна секта. Именно та, куда мы с Лидой ходили. Получается, что Порфирий меня обманул? Ну, зачем? Татьяна собиралась позвонить своей подруге Лидии, чтобы поделиться с ней новостями. Как вдруг в дверь позвонили, почтальон принес заказное письмо из банка. В нем сообщалось, что банк подал на Киру иск в суд, так как проценты по кредиту так и не погашены. Это была катастрофа. Кира в больнице. А когда она выйдет, нас по суду попросят вон из квартиры. Даже если мы выпластим часть кредита, всю суду нам все равно не погасить. Что делать? На следующий день Татьяна и Лидия вновь пришли к зданию секты. Женщины были настроены решительно. Они намеревались во всем разобраться. Однако охранник отказался впустить их внутрь. На шум вышел старейшина Порфирий. Простите, Николай Иванович, просто сейчас у нас идет служба. И я просил, его никого не пускать, чтобы нас им беспокоили. Что привело на вас на этот раз к нам? Вы ищите утешение? Слушай, ты! Хватит нам зубы заговаривать. Мы точно знаем, что Кира ходит к вам. Может быть, мы не проявим паспорта у тех, кто пришел к нам за помощью. Все мы слуги Господа. Значит так, моя дочь сейчас лежит в больнице. Потому что она бросилась с моста. Потому что вы ее зомбировали. А вот сейчас, дорогой мой, я вызываю полицию. Вы обе разворачиваетесь и быстро уходите отсюда. Если вы видите по дороге отделение полиции, вы проходите мимо. И знайте, мы следим за каждым вашим шагом. Иначе я за себя не ручаюсь. Вам понятно? Понятно. Я тоже за себя не ручаюсь. Вам понятно? Мне было очень страшно. Я понимала, что этот человек не шутит. Мы с Литкой шли как будто под гипнозом. Хотелось поскорее уйти от этого места. И только позже я поняла, в какой мы с Кирой в беде. Ведь эти люди, они могут довести до самоубийства не только молодую девушку, кого угодно. Я поняла, в какой беде мы оказались, что нам грозит реальная опасность. И я решила, несмотря ни на что, я все-таки пойду в полицию. Татьяна сразу направилась к следователю. Тот узнал женщину и спросил, что стряслось на этот раз. Татьяна рассказала ему про попытку самоубийства дочери и про то, что в этом виновата секта. Это страшные люди, Равик Морисович. Я не знаю, что мне делать. Представляете себе? Да секта не так страшна, как наркотики. Ну, что значит не страшна? Что значит не страшна? Ну, то, что я теряю квартиру, да плевать на нее. Я дочь теряю, вы понимаете? Ну, очень короче говоря, она сейчас лежит в больнице, ей необходимо установить охрану. Да, Главарин, в секты редко идут на прямое насилие, и мне зачем так рисковать? Вы что? Да он мне угрожал, вы понимаете? Он угрожал убить вас? Нет. Дочь вашу? Нет. Может быть, какое-то прямое насилие избить? Нет. Покалечить? Ну, тогда я не могу, нет оснований мне назначать вам охрану. Понимаете, у нас сотрудников наперечет. Что значит, подождите, что значит нет оснований? Вы понимаете? Нет, прямой дочь. Мою дочь довели до такого состояния, что она вчера бросилась с моста. Мы будем работать в этом направлении, но, к сожалению, дела бесперспективны такого с сектами. О, бесперспективно. Да, бесперспективно. Трудно доказать это. Слушайте, а вы не заодно случайно с ними, а? Да что вы такое говорите? Я сам отец двоих детей. Я вас попрошу удалиться из кабинета. Мы будем работать в этом направлении, я вас проинформирую. До свидания, Татьяна Ивановна. Да не будете вы работать. Потому что вам плевать на людей. Нет у нас Кира и защитника. Никому мы не нужны. Ну ничего, справимся. Вот я из больницы, шага не сделаю, пока она там лежит. И пусть врачи мне только слово скажут. Из полиции Татьяна тут же отправилась в больницу. Я вас поздравляю. Ваша дочь чувствительница значительно лучше, просто значительно. Вы можете к ней пройти. Спасибо вам, доктор. Только я хотел вас... Татьяна вбежала в палату и застыла в дверях. Она ничего не могла понять. Прости меня, прости. Я не понимаю, что здесь происходит. Прости меня. Татьяна была потрясена. Она с трудом узнала своего бывшего мужа Германа, которого не видела 16 лет. Кира, Кира, а что он здесь делал? Начинается. Кричка. Кирочка, ну прости ты меня, ради бога. Но ты пойми, я ведь очень сильно нервничала. Я сейчас очень сильно нервничаю. Кирочка, ты все должна мне рассказать. Мамочка, ты была абсолютно права. Я давно тошна была тебе все рассказать. Кира рассказала Татьяне, что последние несколько лет она разыскивала отца. А когда нашла, оказалось, он стал сектантом. И мало того, секта выманила у него квартиру под свои богоугодные дела. Герман жил в коморке при церкви. Папа сильно пил, пытался лечиться. Когда он наконец отчаялся, вот тогда ему встретился старейшина Порфирия и обещал помочь. Вот так вот папа попал в секту. Он бросил пить. Но в кого он превратился? В зомби? Я даже когда его первый раз увидела, я поверить не могла в то, что это мой отец. Человек, который окончил философский факультет. Я пыталась вытащить отца из этой секты. Для этого я сама пришла в нее. Я хотела его отговорить. Я хотела, чтобы он уехал из города, но у меня ничего не получилось. Ну почему ты мне ничего не сказал? Потому что для тебя отец умер. Для меня он жив, и он нуждался в моей помощи. Кира решила быть во всем рядом с отцом. И для этого ей пришлось притвориться. Она стала членом секты и даже делала ежемесячные денежные взносы. Я сама не знаю, что произошло дальше. Но меня как будто бы начало засасывать. Мне казалось, что все в этом центре происходит по правде. Ну казалось бы, живи в труде, в заботе о ближнем. Я не поняла, как я взяла кредит. Но постройку реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов. А почему ты не ушла оттуда? А как я могла оставить отца? Я сначала должна была нарыть всю информацию против них. Я встретилась с отцом в кафе. Показала ему все это. А, так значит, Димка тебя с ним видел в кафе? Да. Мы договорились с отцом пойти вместе в полицию. Для этого мне нужен был мой ноутбук. В нем была вся информация, все документы. И ты не боялась? Ну, я боялась. В общем, мы встретились с отцом. Мы шли по мосту. И вдруг неожиданно он напал на меня. И пытался вырвать у меня ноутбук. И нечаянно, случайно столкнул меня в воду. Ага, случайно. Мамочка, я тебе серьезно говорю, ну так вышло. В общем, ноутбук тоже упал в воду. Я была потрясена. Никакого самоубийства не было. Все беды опять от Кермана. Он чуть не угробил собственную дочь, которая его же хотела спасти. Я поражаюсь Кире. Она даже ни в чем не винит отца. Мама, он правда не виноват. Эти сектанты ему всю голову задурили. Это его не оправдывает. Мама, мамочка, у меня к тебе будет одна просьба. Ты должна пойти в полицию. Ты должна взять мою флешку. Она лежит дома в письменном столе. В ней весь компромат. И все документы против них. И этого хватит, чтобы эту секту закрыли. А как я тебя оставлю? Мама. Ты знаешь, что они угрожали? Ну не бойся. Все будет хорошо. Они же прекрасно знают, что если со мной что-нибудь случится, то они первые попадут под это подозрение. Я не могла поверить, что это не сон. У моей дочери железный характер. Она не намерена была отступать, даже лежа в больнице. Герман Морозов в тот же день сдался полиции. А Татьяна отнесла следователю флешку с фотокопиями финансовых документов. А также склянку с чаем, которым Киру и других прихожан поили в секте. Мы пили этот чай. У меня даже после него какие-то галлюцинации были. И видения. Однажды мне после него стало очень плохо. А потом полиция установила, что в этот чай был добавлен отвар галлюциногенных грибов. С тех пор прошел уже год. Собранных Кирой доказательств, а также показаний отца Киры и других жертв секты хватило, чтобы секту закрыли, а организаторов посадили надолго. Доказательств, что Кира отдала деньги этой секте, так и не нашли. Поэтому мы сейчас живем на окраине, в небольшой двушке. Ничего, заработаем денег, сделаем ремонт. Это меня мало волнует. Самое главное, что мы здоровы, что мы вместе. Мам, я к папе на следующей неделе поеду. Ты точно не хочешь? На выходные? Угу. Ну, думаю, что в пятницу я смогу вечером обратиться с работы. Мама, ты со мной к папе поедешь. Я не верю своим ушам. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Германа невменяемым на момент совершения преступления. Сейчас он проходит курс реабилитации в психиатрической клинике. Врачи рассчитывают, что через полгода мужчина сможет вернуться к нормальной жизни. Кира достаточно часто навещает отца. Теперь прошло время. Я много обо всем думала. Конечно, я совершила ошибку много лет назад. Нельзя было запрещать Герману навещать нас. Я думала, так будет лучше для всех, а вот чем это обернулось спустя 15 лет. Больше я не буду запрещать Кире встречаться с отцом. Да, я думаю, что я и сама буду поддерживать его во всем. Ему сейчас будет очень непросто. А вот вместе мы справимся. В основу фильма легли реальные истории реальных людей. Кире встречаться с отцом. 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 Кире встречаться с отцом.